На выставке World Food 2022 у нас важный гость. Это Ирина Ратина, CEO Retail Tech и модератор секции и гроссерей. Сегодня, Ирина, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о сессии с секцией, как это правильно назвать, о чем вы говорили. Добрый день. Сегодня состоялась очень интересная секция, посвященная гроссере. Она состояла из двух частей. В первой части ведущие ритейлеры, бренды выступили и рассказали о том, как они видят свои стратегии в растущем сегменте и гроссере. Мы понимаем, что здесь уже образовался пул игроков, которые будут развивать именно и гроссере сегмент в своем бизнесе. Это и такие крупные игроки, как Magnit X5, так и какие-то игроки знаковые для рынка. Вот у нас был, например, на секции вкусвилл. И также игроки, которых их потребитель хочет в этом сегменте видеть. Например, с нами была азбука вкуса, был бренд еждеревенская. То есть это те, в том числе, может быть, и нишевые форматы. И большое удовольствие и профессиональная радость, что мы их собрали на одной площадке. У нас получилась живая дискуссия, очень откровенная, в формате диалога. И после этого мы еще провели секцию кейсов, когда различные компании выступили, рассказали, что находится под капотом их гроссере бизнеса. У нас выступали Озон, у нас выступала группа компаний Агрокомплектация, у нас выступало несколько интересных технологических партнеров. В целом сессия удалась. Народ у нас в зале был все время. Мне кажется, что должно было понравиться. Мне сложно здесь оценить. Я целый день провела на сцене и не получала пока обратную связь. В любом случае, всем интересна очень внутренняя кухня. Что-то из кейсов прямо особенно запомнилось из тех, которые вы упомянули? Понимаете, запоминаются не кейсы в данный момент, потому что кейс – это что-то уже реализованное. Запоминается такой вот настрой рынка и намерение тех или иных игроков создать что-то новое или громче о себе заявить. Но мне кажется, все очень достойно выступили. Например, интересный подход «Азбуки вкуса», новый клиентский путь. Даже не новый клиентский путь, а та часть клиентского пути, которая нужна их потребителю. Интересный подход у «Магнита Х5», который по факту говорят, что мы инфраструктурно уже готовы к дополнительному рывку. И вот эта пятерка лидеров «Игросери», она будет меняться, и мы в этом будем участвовать. Все были очень откровенными, открытыми. Всем огромное спасибо. И последний вопрос. Куда смотрят «Игросери»? Что нас ждет в этой области? Вот если постараться как-то тезисно. Ну, мы все понимаем, что «Игросери» сегмент будет развиваться. Потому что по факту все большие наши сети, все нишевые наши игроки, они сейчас зафиксировались физически в каких-то рамках. И теперь их ожидает выход в диджитал рамки. И понятно, для некоторых компаний это будет вообще единственным путем развития. Да, вот мы знаем, что Ашан объявил вчера о том, что они будут развиваться именно с точки зрения кома. Для некоторых компаний это будет возможностью эскалировать свою существующую базу. Ну, посмотрим. Все зависит от бизнес-модели. Бизнес-модели офлайн-бизнеса и «Игросери» бизнеса, они пока совершенно разные. Как только игроки поймут свои модели, я думаю, мы увидим много нового, интересного. Все будет хорошо. Все будет хорошо, говорит Ирина. Спасибо вам большое, очень содержательный разговор и удачи. Спасибо. Продолжение следует...